Что-то нас тянет на изделие без швов. Всем привет, друзья! Вы на канале Шьем с Иришей. И сегодня мы продолжаем урок, касающийся блузы с цельнокройным рукавом мягкой формы, блуза с запахом, с пышным рукавом на манжете. Поэтому сегодня будет очень интересно. Мы будем эту блузу кроить. На прошлом уроке мы с вами построили вот такую прекрасную конструкцию. Она такая у нас получилась, достаточно геометрическая. Но это тот случай, когда моделирование уже заложено в крой. Поэтому не пугаемся такого прямого рукава. Будьте спокойны, вы сейчас все увидите. Сегодняшний урок будет посвящен именно крою, потому что раскроить эту блузку можно по-разному. И вообще, все, кто пишет, что это очень простая блузка или вот что-то такое, что прям вот слишком простая тема, это конструирование, вы просто должны знать. Это конструирование, которое поможет вам всегда быть одетыми. Все, кто не построил эту конструкцию, обязательно быстренько вернитесь на урок назад, постройте, и мы будем вместе с вами с ней работать. Хочу вам всем сказать огромное спасибо за ваши отклики, за ваши комментарии, за ваши лайки. Мне очень приятно. И спасибо, что вы делитесь нашими видео, потому что хочется, чтобы как можно больше людей о нас узнало и тоже училось вместе с нами. К этому уроку мы уже подготовили конструкцию, и я прямо потрудилась и пересняла на кальку вот эту вот прям огромную деталь с запахом, вот этот перед, и пересняла спинку. Вот они, вот моя спинка и вот такой перед. Сейчас я приготовила ткань на блузу, но, честно сказать, из-за того, что мне нужно всегда подстраиваться под то, как будет видно на камере, у меня будет блуза не белая, как я хотела, а вот такая вот пудровая, розовенькая, вот такого вот цвета, чтобы было хорошо видно кальку, чтобы хорошо было видно все остальное. Хочу сказать, что у меня это кулирка, а вы можете использовать не трикотаж, вы можете использовать какой-то вообще мягкий, и самое главное, чтобы он был мягкий, этот материал, потому что все-таки вот здесь вот будет много свободы, и вот этот объем на рукаве, он должен не торчать, а вот как бы не спадать так красиво, поэтому все-таки выбирайте ткани, которые не обязательно трикотаж, но мягко ложатся, типа штапеля, шелка, вот-вот какие-то такие материалы. Благодаря тому, что мы будем работать с вами с трикотажем, я вам покажу еще разные фишки, и все, кто боятся работать с трикотажем, обязательно перестанут это делать, перестанут бояться. А я сейчас отутюжу ткань, убираю со стола все лишнее, и мы приступаем к раскрою. Я пересняла на кальку мои детали вот таким образом. Спинка и полочка. Полочку я пересняла в нескольких вариантах, чтобы она у меня была выкройка и с сгибом по центру переда, то есть если нет запаха, и вот с этой линией запаха. Как можно располагать детали, когда вы работаете с цельнокройным рукавом? Обычно цельнокройный рукав забирает очень много ткани. Особенно если он располагается вот так, вот. Если он наклонен, то получается, что у вас здесь уже идет кусок в мусорку, вот это место. В общем, все не так экономично. Такие модели тоже нам нужны, но в этом случае я хочу вам показать, как сделать и цельнокройный рукав, и так, чтобы он экономично располагался на ткани. Для этого мы берем абсолютно геометрическую форму, чтобы вот здесь был прямой участок. Всем, кто хочет такую блузу без запаха, хочу вам коротко рассказать, как это сделать. Потому что видео все-таки такое больше теоретическое, потому что резать тут нечего, главное понять, как резать. Поэтому давайте я вам расскажу, как располагать детали, если у вас изделие без запаха. Причем это изделие будет очень экономичным в расходе ткани. Это деталь полочки. Запах мы убираем. Вот этот центр переда складываем на сгиб. Рукав у нас сам ложится по поперечной, потому что здесь мы не делали никаких скосов. Деталь спинки мы складываем вот таким образом. Впритык, можно прям впритык к детали полочки, вот к этой части рукава. Вот как вам хочется. Сдвигайте, здесь можно делать. Все зависит от вашей ширины ткани. Вот длина рукава в вашем случае будет зависеть от ширины ткани. Вот если у вас ширина ткани 150-155, то у вас прекрасно вмещается длинный рукав. И получается, когда вы складываете вот так вольтом, у вас вмещается длинный рукав, не короткая блуза. И все это вместилось 76 сантиметров, ну 80 сантиметров вам хватит для того, чтобы сделать вот такую блузу. Но я вам хочу показать еще один способ. Если вдруг у вас ткань гораздо уже, чем у меня, у меня тут 180, а у вас может быть вообще 140, а вам хочется длинный рукав, то вы перекладываете ткань в разворот. Тогда, конечно, раскладка ткани будет совсем другая и расход ткани будет другой. Но зато вы можете выложить длинный рукав. Сегодня я хочу вам показать еще один способ раскладки, чтобы линия плеча была вообще без шва. У меня ткань сложена вдвое, кромкой вот сюда. Длины ткани вам нужно как две длины изделия. Вот один раз и еще раз. Я уже тут попримерялась и увидела, что мне нужно чуть-чуть блузку укоротить, потому что у меня отрез не метр, а 97 сантиметров получился. Чуть-чуть я уменьшаю длину равномерно и складываю детали вот таким образом. На запах вот с этой стороны у меня пойдет шов, но он будет уже уходить в драпировку, поэтому я не волнуюсь здесь. Чуть-чуть я укорочу рукав, но плечевую линию и линию рукава я хочу соединить таким образом, чтобы они были вместе и не делать здесь шов. Представляете, как мягко будет ложиться этот рукав. Вот здесь вот он пойдет в драпировку на манжету. И у нас получается блуза из двух деталей. И вот как оно будет выглядеть. Здесь мы даем припуск на шов. Здесь вот мне все устраивает. Я это срезаю и делаю вот как у меня нарисовано обычный запах. Сейчас я вот эту вот часть вырежу. Вот эту часть я игнорирую. Это запах. Нужно будет здесь отметить центр. Обрисовываю вот так горловину, перехожу на росток и здесь делаю припуск на шов. Потому что спинка будет со швом, плечо, рукав без шва и шов у нас будет только боковой. Обязательно нужно совместить вот эти точки. Вот эта точка, конец плеча, начало ростка и по полочке, конец плеча и начало горловины. Вот эти точки обязательно совместить. И когда мы будем кроить, нужно отметить вот это место, где у нас центр переда. То есть где наши запахи должны совместиться. Но если вы всю эту конструкцию переложите вот сюда к сгибу, у вас получится вообще блузка два шва. Потому что по центру переда у вас будет сгиб, если вы хотите без запаха. По центру спинки у вас будет сгиб. По рукаву у вас также сгиб. И остается два шва, которые нужно соединить. Давайте резать. Сантиметровый припуск на шов. Несмотря на то, что мы делаем такую, вроде бы как простую конструкцию, мы все равно соблюдаем долевые. Все равно у нас грамотное расположение долевых и поперечных. Это очень важно. Всегда задумывайтесь сразу на этапе кроя, как вы будете обрабатывать что-либо. Здесь я понимаю, что мы будем стачивать на оверлоке. А здесь я вам хочу показать, как обработать именно трикотаж, именно вырез трикотажным способом. На распашивальной машине или на какой-то фигурной строчке на обычной машине. Но здесь есть свои фишки, которые я вам хочу рассказать. Если же вы хотите обработать горловину другим способом, то на этом этапе понимайте, сколько вам нужно оставить припуска на шов. При моей обработке, той, которую я хочу вам показать, нужно оставить сантиметр или даже полтора. Вот здесь не бойтесь, что вам кажется, что настолько маленький росток, настолько маленькое вот это место. Нет, росток не маленький. Я вам уже объясняла на этапе конструирования, почему мы сделали его всего 2 см, а не 3 см. Хочу отметить линию, где у нас ориентировочно идет плечо. Вот оно. Делаю здесь маленькую надсечку, чтобы понимать, где у нас это место. Дальше по прямой спинка. По прямой она у вас или, может быть, она у вас приталенная. Здесь по центру спинки шов, поэтому вы можете ее приталить. Но у нас блуза свободная, мягкой формы, с запахом. Там сама модель все сделает за вас. Вы затянете, сколько вам нужно, и подчеркнете свою прекрасную талию. Можно вот так для себя отметить, где ориентировочно вот эта линия рукава, линия плеча. Из вот этих остатков ткани я докрою сейчас вот эти части запаха, и мы ничего не будем сметывать. На следующем уроке мы будем заниматься пошивом этой блузки, чтобы мы ее сшили просто на одном дыхании. Вот такая интересная конструкция у нас получилась, довольно простого вида. Но это для тех, кто хочет сшить блузку 2 шва или 3 шва. Но все-таки здесь есть важная технологическая обработка горловины, которую мы с вами посмотрим в следующий раз. И можете себе представить, сколько можно сделать моделей на основании вот этого нашего чертежа, который мы с вами строили на прошлом уроке. Вот этот чертеж дает вам просто невозможное количество вариантов. Поэтому пробуйте, стройте. Как вы видели, сегодня я активно пользовалась своими грузиками. Это прекрасный девайс для всех, кто шьет, чтобы у вас на столе также было ярко и красиво. Все, кому интересно, где взять такие грузики, ссылка на магазин будет в описании. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, кто только познакомился с нами. И вообще, комментируйте, комментируйте, потому что мне нравится читать ваши комментарии. Ваши комментарии с удовольствием читает моя мама. Мне кажется, они все посвящены ей. Мама, спасибо всем, кто приобретает наши курсы. Благодаря этим людям у вас всех есть возможность смотреть вот такие чудесные бесплатные видео. Все, кто не смотрел до этого то, что мы делали на канале, там очень много ценной информации. Как вточать молнию, как сделать гульфик. Это такие темы, которые никто не отдает просто так. А я хочу, чтобы вы знали это и учились. Все, я заканчиваю этот выпуск. Я рада была быть с вами сегодня. Ваша Ириша. Как говорят, сделай мне блузку три шва. Этого нельзя говорить в кадре, да? Кто сказал, что будет удобно? Какие-тегрелые hardshipsные 되는e?